1. Разговоры с самим собой. Нам нравится думать, что мы уникальны и даже гениальны, но правда в том, что это далеко не всегда правда. Однако, если у вас есть некоторые особенные и странные привычки, которых нет у большинства, возможно, это действительно признак более высокого интеллекта и способностей. Иногда странное поведение или особенности, они просто странные. Но иногда они указывают на нечто более интересное. По словам специалистов, это не всегда признак безумия. Иногда высокофункциональные, интеллектуальные люди делают так, чтобы упорядочить свои мысли. 2. Мало друзей. Очень часто у умных и успешных людей очень маленький круг общения, чтобы они могли сосредоточиться на своих целях и потребностях. 3. Отсутствие прогресса. Это происходит потому, что ваш мозг слишком занят. В вашей голове столько всего, что вам трудно сосредоточиться на одном и развиваться в этом направлении, ведь вы хотите успеть столько всего. Вероятно, вы на более высоком уровне по отношению к другим. 4. Вам нужно время для себя. Медленно часто ассоциируют с ленивым, но правда в том, что методический подход и много времени на раздумья – это инструменты очень умных людей, которые помогают им преуспеть. 5. Беспорядок. Вы наверняка слышали об этом. Гении рождаются из хаоса, поэтому беспорядок вокруг – это не лень, а желание создать благоприятную атмосферу. 6. Грифонаж. Такое название дали беглым импровизационным рисункам. И если вы рисуете хотя бы что-то время от времени, то, возможно, ваше тело и разум таким образом пытаются занять себя в поисках новых идей и способов самовыражения. 7. Безразличие. Умные люди обычно достигают успеха, потому что знают, куда нужно, а куда не стоит тратить свою энергию и силы. Как говорят, нужно иметь смелость, чтобы изменить то, что вы можете, и мудрость признать то, что вы не можете изменить. 8. Вы делегируете полномочия. Умные люди знают, когда нужно отказаться от чего-то или отдать другому человеку, чтобы сосредоточиться на чем-то более важном для себя. Если вы делегируете ответственность по стратегическим причинам, вы проявляете как раз это качество гениев. 9. Эффективность. Если это работает, то это не лень. Находить обходные пути и облегчать себе что-то – это больше стратегия, чем лень. 10. Сон. Вашему гениальному мозгу нужно больше времени для отдыха, и если у вас слишком активный умственный процесс, то недостаток сна может ухудшить ваши способности. Попробуйте добавить в свой график 20-30 минут дневного сна. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии к видео. Спасибо за просмотр видеоролика. С вами была Алиса Иванова.